Кришна женится на пяти царевных Блаженный Шука сказал Однажды обладатель всех богатств вместе со свитую и другом своим Сатьяки отправился к братьям-пандавам в столицу царства Куру Индра-Прастху. Увидев издали колесницу спасителя, пятеро пандавов воспрянули к жизни как пять чувств при возвращении жизненного воздуха. Ведь и здесь любовью обняли своего победоносного господина, тем самым смыв с себя все грехи. И от улыбки Всевышнего пандавы ощутили в сердце истинную радость. Кришна смиренно поклонился в ноги Юдхиштхире и Пхиме, обнял Арджуну и принял поклоны от близнецов Накулы и Сахадевы. Братья усадили Кришну на почетное место, а молодая жена их, целомудренная Драупади, низко поклонилась гостю, молвив смущенно. «Приветствую тебя, Государь!» С почетом были встречены друг Кришны Сатьяки и все другие спутники Господа. Гостей заботливо напоили, накормили и украсили свежими цветочными венками. Когда Кунти заключила в объятия своего племянника, глаза ее увлажнились. Кришна расспросил пандавов и Драупади об их житии в царстве Куру, об их тревогах, и поведал о своем многочисленном семействе в Двараке. Затем, сложив у груди ладони, Кришна спросил вдову, «Почему в глазах твоих стоят слезы?» «О чем ты горюешь, матушка? Что я могу для тебя сделать?» Отвечала Кришне царица Кунти. «Много лишений выпало на нашу долю, о Кришна. И если бы не слуга твой Акрура, не видать нам было бы нынче белого света. Ты душа мироздания, друг всех существ, все мы, твари твои, равны перед тобою, но ты благоволишь к тем из нас, кто непрестанно пометует о тебе, кто в трудный час уповает лишь на тебя, того ты спасаешь от несчастий». Юдхиштхира сказал, «О, владыка, я не знаю, за какие благодеяния ты дозволил нам, неразумным, лицезреть тебя. За какие заслуги ты, недоступный взору просветленных отшельников, открылся мирянам, поглощенным суетою?» По просьбе пандавов Кришна гостил в Индропрастхе всю пору дождей, радуя своей красотой жителей города. Как-то раз Арджуна взял свой знаменитый лук Гандиву с двумя неиссякающими колчанами стрел, зашел на колесницу, над которой выселось знамя с обезьяной, и вместе с Кришною отправился в лес на охоту. Там добычей им были многие дикие звери — тигры, кабаны, буйволы и лани, олени, антилопы, носороги, зайцы и дикобразы. Убитых животных слуги Арджуны погрузили на воловье повозки и отправили во дворец Юдхиштхиры, дабы царь свершил с ними жертвенное подношение. А изнемогавшие от усталости Арджуна и Кришна спустились к Емуне утолить жажду. Напившись и искупавшись в прохладных водах, охотники увидели прекрасную деву, гулявшую по берегу реки. Лицо ее было нежно, как цветок лотоса, зубы белые, как тычинки цветка кунды, бедра широки и округлые, груди тяжелые и упруги. Арджуна обратился к красавице с такими речами. — О, прелестное дело! Стан твой столь тонок, что его можно обхватить ладонью. Скажи мне, кто ты? Чья ты дочь? Чья супруга? Как ты здесь очутилась? Разве не страшны тебе дикие лесные звери? — Благо тебе, досточтимый Витязь! — ответила юная красавица. — Я — дочь Бога Солнца. Здесь, на берегу реки, я творю суровые обеты, дабы завоевать сердце Господа Вишну, самого щедрого из мужей. Я хочу принадлежать лишь моему Господу, в ком нашла вечное прибежище богиня-удача Шри. Суженый мой обладает добрым нравом и поведением безупречен, и для меня нет большего счастья на свете, чем иметь возможность угождать ему. Имя мое — Калинди, а живу я в реке Емуне. В подводном дворце, что выстроил для меня мой отец. И не покину я этого места, покуда не встречу владыку моего сердца, нетленного моего повелителя. Арджуна передал Кришне слова юной особы, и сын Васудевы надумал взять в жены прекрасную Калинди. Он увлек ее в колесницу, и вместе они направились во дворец Юдхиштхиры. По просьбе Кришны к Пандавам явился небесный зодчий Вишвакарма и построил для них чудесный город, которым удивились все государи земные. Кришна, породнившись с Арджуною через свою сестру Субхадру, проводил счастливое время в том городе среди царей и мудрецов, собиравшихся при дворе Юдхиштхиры. Однажды Господь предал Богу огню целый лес Кхандава. В благодарность огонь даровал Арджуне белых скокунов, колесницу, лук с двумя неиссякающими колчанами и доспехи, неуязвимые для всякого оружия. В лесу Кхандава обитал Майя, знаменитый зодчий демонов, а когда в лесу том случился пожар, Арджуна спас демона из царства огня. И в знак признательности спасителю Майя воздвиг в Индропрастхе дворец невиданной красоты и богатства. В том дворце в одном из покоев была купель, в которую упал Дурьотхана, приняв воду за хрустальный пол. По истечении нескольких месяцев Кришна испросил у Юдхиштхиры разрешение воротиться в дворку, и царь благословил своего гостя в дорогу. В день, когда луна, солнце и главное светило гостили в благоприятных созвездиях, владыка жизни женился на красавице Калинги, наполнив радостью сердца своих близких. Среди данников Дурьотханы были братья Виндия и Ану Виндия, властители страны Аванти. Когда сестра их, Митра Винда, вступила в зрелую пору и, по обычаю царского сословия, должна была выбрать себе мужа при обряде своей амвары, Виндия и Ану Виндия, зная о ее страсти к сыну Васудевы, предупредили царевну, что она может избрать себе в супруги кого угодно, но не Кришну. На глазах у соперников Кришна усадил юную Митравинду к себе в колесницу и увез прочь. Еще одной женой Кришны стала прекрасная Сатья, дочь царя Нагнаджита, государя страны Кашалы. Многие благородные мужи мечтали жениться на Сатье, но она согласилась отдать себя лишь тому, кто выйдет победителем в схватке с семью свирепыми могучими быками, которых один только запах мужчины приводил в бешенство. Земная молва славила царевну за ее красоту и добрый нрав, и Кришна выжелал взять Сатью себе в жены. Он снарядил надежную дружину и отправился в столицу Кашалы. Благочестивый Награджит с радостью встретил предводителя Ядавов, проводил на почетное место, угостил обильными яствами и наделил богатыми дарами. Увидев Кришну, Сатья тотчас воспылала к нему душевной страстью и молила небесных богов и всемогущий огонь, если они довольны ее поклонением, чтобы устроили ей замужество самым прекрасным мужем на свете. Богиня Лакшми, Творец Брахма, Разрушитель Шива и все владыки мира покрывают свои голову пылью с лотосных стоп Кришны, дабы защитить вселенную от беззакония и позабавиться. Мой Господь нисходит в здешний мир в разных обличиях и в разные времена. Господи, я желаю быть угодной Тебе во всем и всегда. Когда Кришна утолил свой голод и жажду и отдохнул после долгой дороги, Награджит обратился к нему с такими речами. У вездесущей Нарайана владыка вселенной, черпающий блаженство в самом себе. Может ли ничтожный смертный, как я, чем-либо доставить Тебе удовольствие? Блаженный Шука сказал. Встреченный с подобающим почетом, Кришна молвил громозвучным голосом. «О, Государь! Закон запрещает человеку царских кровей просить милостыню, но просьба моя дружеская. Зная, что никогда не смогу отплатить Тебе по достоинству, я осмелюсь просить у Тебя руки Твоей дочери». «Господи!» — смиренно отвечал Нагнаджит. «Кладезь всех добродетелей, убежище удачи, разве могу я мечтать о лучшей доле для своего дитя? Я счастлив породниться с Тобою, но дабы сохранить честное имя, я должен сдержать данное мною слово, что мужем Сати станет Витязь, одолевший в схватке семерых могучих быков. Они свирепы, как буря, рога их остры, как сабли. Множество царей до Тебя добивались руки Сати, но все они сложили голову в битве с неукротимыми быками. Если ты сумеешь усмирить этих диких зверей, «О, владыка удачи, мы тут же сыграем свадьбу!» Тогда Каришна затянул потуже пояс, умножил себя в семь образов и легко, будто играючи, укротил всех семерых быков. Затем он связал им ноги, и обессильных лишенных воли поволок их по земле, как волочет ребенок свои игрушки. Изумленный и счастливый Нагнаджид объявил Кришну мужем своей дочери, а брахманы совершили обряды, необходимые в таком случае. Царские жены устроили большое и веселое торжество. Весь город ликовал, празднуя за мужество царевны Сати. Кашала наполнилась радостным шумом, повсюду звучали трубы, раковины и рожки, гремели барабаны. Брахманы, нараспев, читали молитвы и благословения. Люди облачились в богатые одежды, украсили себя свежими гирляндами. В приданное Сати Нагнаджид Даун десять тысяч коров, три тысячи наложниц, красивых, юных и прелестных, богато одетых и украшенных, девять тысяч слонов, сотни золоченых колесниц, лошадей быстрых, как ветер, и слуг без счета. С сердцем, сгоравшим от грядущей разлуки, Нагнаджид проводил молодых до колесницы и, снарядив надежную дружину, пожелал Сати с Кришной долгой и счастливой жизни. Однако соперники вознамерились отомстить Кришне за унижение, устроив засаду на пути царского поезда. Но войско едавов, как стадо буйволов, сокрушило их в быстром бою. Арджуна, обладатель лука Гандиван, был всегда рад доставить удовольствие своему другу Кришне. Словно лев, который разгоняет мелкое зверье, Арджуна отбросил врагов Кришны, обрушивших на Господа потоки стрел. С новой женою Кришна, предводитель едавов, благополучно добрался до Двараки. Еще одной супругой Кришны стала дочь Шрутакирти, царевна страны Кайкей, Пхадра, когда братья ее предложили Кришне породниться семьями. Затем Кришна женился на дочери царя Мадры, прекрасной Лакшмани, похитив невесту на глазах у отторопевших царей в самый разгар выбора жениха, подобно тому, как царь-птица Гаруда похитил у небожителей волшебный напиток жизни. Еще шестнадцать тысяч юных дев взял себе в жены сын Васудевы, когда освободил их из плена коварного оборотня людоеда Пхаумы. Субтитры создавал DimaTorzok